Всем здорова! Сегодня у нас 17.02.2021 год и на обзоре у меня... Где же оно тут есть? Что-то не то... Что-то не то, не то, не то, не то, не то... А, вот оно! Вино! Лашу... Короче, какой-то там за 1049 рублей. Мы его уже открыли, разлили. Вино. Такое вот. Лаша... Короче, лошара какой-то. Это белое сухое. А, то есть розовое сухое. 11%, 750 грамм. Дата розлива, нифига себе, 20-й год. Короче, мы в вине... Урожай 19-го. Короче, мы в вине прохерачили. Там было трехлетнее вино за эти же деньги. Это вино из пятерки еще. Ну-ка. Оно как раз-то улица охлажденная. В Санкт-Петербурге сегодня минус 10 было. До дома 10 минут. Ну, в общем, как-то так. Состав. Вино. Из трех сортов. Кореньян. Содержит... Кореньян. Кореньян. Чтобы это не было, не знаю. Это что-то новое в вине. Вот у него штрих такой. Короче, вот так оно выглядит. На камеру оно чуть темнее, чем есть на самом деле. Похоже на вискарь. Так оно светленькое. Давай пробовать, Саша! Розовенькое. Ну-ка. Вот оно. Чем-то на шампанское похоже, да? Да. Тебе не понравилось? Нет. Реально на шампанское очень похоже. Само по себе мягкое. Я просто не поклонник белого еще и сухого. Я обычно полусладкое. Какой-нибудь красный. Это розовое. Это розовое. Ну, похоже на шампанское. Не похоже на это. Полусладкое. Полусладкое. И вообще, как будто это по запаху шампанское. Один в один, только без пузырьков. Немного такое кисловатое. Ну, самое малость. Но оно все-таки реально полусладкое. Короче, пьется хорошо. Девушка уже его выпила. В отличие от меня. Ну, на разок попробовать сойдет. А ты еще не закусала-то? Худеет, понимаете ли. Так. Ну, кстати, это вино сделано для пятерочки. Качество control x5 ru. Понятно. Что оно тогда на шампанское похоже? Короче, мы какой-то левак, походу, купили. Я уже не знаю. Изготовитель Les Scheisse. Что-то там. Франция. Москва, помещение. Сделано во Франции. Этикетка на русском. Ай, короче. Из подвала. Сейчас я его еще допиваю. Что-то, так сказать, как это. На закусь взял. И, блин, я его не могу пить. Оно для меня не то. Ну, не любите лес. Видно, не зря тут его советуют при плюс 11 подавать. Так. Еще есть приятная вот эта пробочка. Она искусственная. Из какой-то пены. Ну, из обычной пены, короче. Которая деревья заполняет, судя по всему. Вот. Она легко в бутылку рассовывается. Это, конечно, несомненный плюс. Лично по мне. Ну, что, народ. По вину второй закон. Девушка требует продолжения. Обычно она не пьет вино. Видно, ей оно понравилось. Сейчас. Давай.